Добрый день, подписчики канала Star Academy. Сегодня у нас в гостях Александр. Александр, расскажи, где ты был, куда ездил, на какую программу? Собственно говоря, я ездил в Америку, в школу ФЛС, на программу Gmail English. И школа базировалась на базе университета в Фуллертоне. Какие у вас условия проживания были? Вообще, я должен был жить с соседом, но мне повезло или не повезло, ты тоже с какой стороны смотреть, и я жил один, но мне предлагали поселиться с кем-то из моих друзей. Я ответил, что в принципе мне одному хорошо. Как проходили занятия и что еще у тебя дополнительно было по мероприятиям? У меня была программа серфинг, собственно говоря, мы серфили также 15 часов в неделю. И это самый божественный вид спорта, которым я когда-либо занимался. Это спорт на них, то есть прям все серьезно. Проводятся соревнования. И мы серфили по 3 часа в день, как я уже сказал. Ну, серфинг в целом очень понравился. То есть это был твой первый опыт? Да, это был мой первый опыт, и меня сразу же научили сначала лежа на доске лавировать по волнам, так скажем. Потом уже, ну то есть у нас было водное занятие, где нам сразу все объяснили. А затем инструктор плавал с нами и подсказывал, если что не получилось. Не страшно было, не получалось? Да, было абсолютно не страшно, но когда большие волны, иногда бывает так, что прямо в волнах плавают дельфины рядом с тобой. Красота. Да, то есть очень круто. Ну и скаты на дне, но это океан, поэтому... И с дополнительным мероприятием у нас каждые выходные были экскурсии, очень интересные. В Диснейленд, в парке развлечений еще, на Санта-Монику. Это там, где снимался фильм «Спасатель Малибу». Ну, то есть хотелось так немножко параллель провести со своей реальной жизнью. Расскажите, какие вещи, три вещи вам понравились в школе? Ну, во-первых, я бы хотел сказать спасибо удаленно всем стаффам. Это те люди, которые постоянно были с нами во всех мероприятиях, ходили нас на все экскурсии. Они все были прям очень позитивными. Им было лет по 20 примерно всем. И они постоянно устраивали какие-то конкурсы, вечеринки. Это было как бы все в программе, но они добавляли изюмин. А второе, что очень понравилось, это еда и проживание. Вы меня уже спрашивали, я рассказывал. Но я еще хотел бы напомнить, что все какие-то самые новые. И условия там очень-очень даже достойные. И виды красивые. У меня, например, из комнаты был вид на гору. И вообще меня поселили в укромном уголочке. Все было очень тихо, спокойно. Шумоизоляция тоже идеальна. А третье, что я хотел сказать, это уроки английского. Мне тоже очень понравились. Из-за того, что это не были уроки английского, как у нас в школе. Зайкин, do you speak English? Чего? Они были больше разговорными. Мы постоянно какие-то игры познавательные играем. Какой бы совет тоже дали участникам? Я бы, когда прилетел в Америку, я думал, что все будет очень страшно. И я буду один. Не буду контактировать ни с кем. Вообще никакого прогресса не получится. Но я быстро понял, что в целом, если ты открытый человек, и даже если ты не открытый человек, то ты можешь спокойно разговаривать на английском. И поэтому я советовал бы всем ребятам, что надо как можно больше практиковать английский. Ну, смотря в этом, была ценная поездка, и я ее выполнил. А тебе бы хотел сказать спасибо Star Travel за то, что, в принципе, организовали поездку. То, что дали все советы, которые только можно было. Помогли получить визу, и вообще, то есть, прям все супер было. Спасибо тебе большое за теплые слова. Очень рада были тебя услышать. Надеюсь, что мы еще увидимся и отдавим тебя, может быть, в другую, в новую страну. Да. Продолжение следует...